Давайте на секундочку быстренько перенесемся в Барнаул, не будем на этом останавливаться. Это очень странные дома, которые стоят в Барнауле на Красноармейском проспекте. 92 место из 100 между зданием окружного суда Югры и отелем в Челябинске. Известный критик плохой архитектуры Илья Варламов поставил наши дома рядом с худшими образцами Российской Федерации. Мы решили узнать у горожан и гостей города, а как они относятся к этим строениям. Я не скажу, что они уродливые, но они красивые. Если покрасить будет хорошо. Мне просто не нравится эта угловатость, поэтому я соглашусь. Красивое, особенное. Конечно, оно выделяется на фоне других зданий, которые в нашем городе есть. Но, тем не менее, назвать уродливым, думаю, не стоило. Оно, может быть, по-своему как-то интересно, но ни в коем случае не уродливо. Автор проекта, архитектор Владимир Золотов, к сожалению, отказался комментировать эту новость на камеру. Но было заметно, что новостью он не очень доволен. Он добавил в личном разговоре, что в свое время, в 90-е годы, эти же здания входили в рейтинг самых красивых зданий страны. Брандургский архитектор Иван Быков говорит, в рейтинге Варламова и правда много откровенно некрасивых строений. Но нельзя считать его полностью объективным. В списке здания преимущественно 2000-х годов и позже. А дома на Красноармейском родом из 90-х. В это время российские архитекторы освободились от советских условностей и начали экспериментировать. Началась свобода выбора архитектурных решений, планировочных и выбора материала. Даже можно сказать, что и в советское время была типовая застройка, но старались в серии как-то привнести какие-то свои изюминки и качества. И вот когда рынок стал открытым, я думаю, что даже каждый заказчик старался выделиться. Так что свечки на Красноармейском это скорее образцы особой, не идеальной, но своеобразной архитектуры своего времени. Даже у нас в Барнауле, уверен Быков, можно найти другие, более достойные звания уродливых зданий. Что касается самого рейтинга, то он, по мнению архитектора, мог быть полезнее, если бы совмещал плохие примеры с хорошими, достойными образцами. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.